Людмила Паршутина родилась в Славянске на Кубани. Окончив школу, вместе с родителями сразу уехала в Тамбов, где и прожила всю свою жизнь. Вернуться на родину женщина смогла только спустя более чем 50 лет. И первым местом, которое она посетила, оказалось наше телевидение. Людмила Михайловна просила помочь найти одноклассников. Может быть, получится найти одноклассников в бывшей своей школе номер 17. Людмила Михайловна окончила школу в 1956 году. Найти ее одноклассников – дело не из легких. Вдобавок, школа номер 17 уже давно переехала в новое здание, куда мы, собственно, и отправились. При виде новых современных классов Людмила Михайловна растрогалась. В ее время школа выглядела далеко не так. Печи были в коридоре, отапливались торфом. У нас только группка была. Стекла, окна большие, но рамы одинарные. Намерзал лед, чернильницы замерзали. Мы все одеты, кто кое-как, кто как. Короче говоря, жили по тому времени, учились по тому времени. Ну а новые здания, конечно, не сравнить со старым зданием. Конечно, все условия здесь. К счастью, архивы за 1956 год выпуска сохранились. Правда, вот данных оказалось не так много. Всего три адреса. Директор школы Анжела Демченко обещала помочь и расспросить ветеранов школы. Мою бытность – это вот такое серьезное первое обращение. Но очень часто мы встречаемся с ветеранами педагогического труда, с теми, кто работал здесь 20, 30, 40 лет назад. Мы их регулярно приглашаем в гости. Конечно, вот они рассказывают очень много интересного. Не теряя надежды, мы отправились по адресам. Но везде, куда бы мы ни приехали, жили уже другие люди, которые при произнесении фамилии одноклассников Людмилы Михайловны только руками разводили. Тем не менее, женщина не теряет надежду. Игорь Алферов, Андрей Постовой, Дмитрий Пухальский. Программа «События».